Всё, мы погнали. Йоу, всем привет, кто нас видит, слышит. Вы сегодня имеете возможность послушать исторический подкаст. Подкаст про студ весну, студ осень. Как бы это сейчас ни называло, но это всё с нами. Было, есть и будет. У нас в гостях сегодня прекрасный член жюри, который ты сколько уже, второй, третий раз в жюри? Не знаю, не третий, давай третий. Давай третий. Третий раз в жюри Дарья Лопытько. Всем привет! Всем привет! Это Дарья Лопытько. Просто весной сегодня будем говорить, точнее, просто до осень. Классно, мне нравится. Я сегодня побывала, всё круто. Хорошо, тогда давай сразу начнём. Два года мы не выступали, два года мы готовились к этому историческому дню, первое ноября. Да, вот, а готовились ли? Такой вопрос сразу же. Потому что я написала вот в первой строчке, у меня в КПИ, я так всех квадратиком выделяла в тетрадке, я люблю такое, значит, и написала, делать ли скидку на то, что два года не было студвесны. Либо мы оцениваем это как самодеятельность, которая вот только вот сейчас появилась, которая прямо вот свежак, вот свежая кровь, они первый раз в это играют. Либо же расценивать всё-таки ребят, которые, типа, чуваки, вы выиграли студвесну, ну, два года назад. Не, давай так. Мне кажется, что в наших реалиях надо делать скидку, потому что, ну вот даже на примере команды международных отношений факультета, это же мои ребята, они когда ко мне первый раз пришли, этих людей вообще не знают. Там основная часть команды, это первый курс ребят, которые только отыграли дебют, и вот у них уже студоси. В отношении Кита, да и других команд, я думаю, это закономерно. Я думаю, если говорить в таком ключе, можно про отдельных личностей, которые конкретно перед тобой стоит чувак-чемпион студвесны, вот к нему могут быть вопросы. Да, ну это мы сейчас перейдем к личностям, командам. А вообще в целом хочу сказать, что я надеюсь, я так и сказала в конце, в финальной речи жюри, что это были пробники, потому что это не было так, как я себе это представляла. То есть даже когда пошло видео старых визиток, ну, конечно, ну, во-первых, сдрогнуло сердечко, ну, это были малыши, для меня уже малыши, но моща, ну, просто 10 команд или 12, сколько там было, я точно не помню, но само вот это чувство, этот трепет, эти мурашки, все это было. Когда полный зал, когда куча света, когда куча спецэффектов, и твои эмоции подогреваются на другом уровне, чем когда ребятам 5 команд, когда мало людей на сцене, и есть какие-то ограничения, которые ты чувствуешь изначально эмоционально на себе, как грузом каким-то. Поэтому, конечно, это не то, конечно, студосе не студвесна, и я надеюсь, что вот весной это будет именно то, и я хочу это видеть. Ну, все хотят это видеть. Знаешь, когда я почувствовал, что вот что-то поменялось, я сегодня заходил через чёрный в день концерта визитки, а на чёрном, ну, почти никого. Ну, типа не нужно проталкиваться через толпу. Да, да, а тут не то, что никого, никого не знаешь. Вот и всё. А потом я проводил разогрев сегодня перед началом концерта, и на разогрев ко мне там из, сколько там, человек шесть выбежало, пять студвесёнчики, если не все. Ну, то есть ребята, которые сегодня выступают, зритель даже не подтянулся, не включился. Вот за это я чуть-чуть переживаю. Ну, было мало, и я думаю, что эта тенденция будет даже угасать, чем не будет людей, мне кажется, на концертах. Мало того, что был онлайн, я не знаю, будет ли онлайн концертов самих. Я надеюсь, что будет. Я думаю, да, они в точно сделаны. Сейчас, в нынешних реалиях, я уверена, что ребята смотрят, комментируют лайки, то есть есть пул людей, которые реально это всё смотрят. Поэтому я надеюсь на ту аудиторию, которая будет оценивать ещё и онлайн это всё. Потому что сейчас, ну, так. Не, ну, как показала практика, онлайн имеет место быть даже в рамках студвесной. Ты следила за онлайн студвесной, которая была вот в Тонгене? Честно сказать? Ну, да? Нет. Нет. Я не следила, мне очень сложно с таким контентом. Правда, у меня достаточно насыщенная жизнь в плане контента именно. Я много видела, я там, я себе запретила смотреть два года стендап, потому что у меня просто рвало крышу, ну, мне много стендапа, мне много там какого-то юмора, который я повторно слышу 358 раз. И, ну, есть, конечно, не вторичные люди, я понимаю, но я выбираю выборочно очень там, что я смотрю, что я... Ну, и, к сожалению, студвесна не попала в пул этих проектов. Но я, честно скажу, я из Икита АВТ, я смотрела онлайн-дебют. В прошлом году, кажется, он был, ну, это кошмар. Ну, не в плане того, что кошмарно ребята все это сделали. Нет. Икит славится тем, что он делает видео классные, что там есть ребята, которые помогают. Ну, в общем, мы такие дружные суперребята, но сложно отсмотреть 40 минут какого-то контента непонятных людей, которые, ну, понятное дело, не дотягивают там, да, до уровня каких-то комиков, которые ты... Я не буду говорить. Не, хорошо. Я просто к чему завел эту тему по поводу онлайна. Когда была онлайн-студвесна полноценная, там команд штук 7-8 подготовилась, выступила там в Инстаграм, Ютуб, кто-то выступал. Ну, я просто к тому, что отдельные номера собирали, если мне память не изменяет, полторы-две тысячи просмотров. А ты же понимаешь, полторы тысячи — это полный зал ЦКИ. Это офигенно. То есть в целом в онлайне можно было выжать то, что и можно было выжать в живом зале. Ну, а по поводу зрителей в зале, да, ну, смотри, если сегодня пришли болельщики всех пятерых команд вот в зал и считаем, делим это число на пять, и вот количество зрителей. Ну, да, я надеюсь еще на тех людей все-таки, как сегодня кто-то, Дима, по-моему, сказал, кому нечего делать, знаешь, старики, которые будут ходить там на все концерты, у кого там работа заканчивается раньше, там фрилансеры. Я очень надеюсь на то, что хотя бы нижний вот этот секторочек под жюри, что он будет забит, чтобы ребята ощущали, что их кто-то поддерживает, что у них есть какая-то теплота, и там, что есть кто-то, кто смеется. Ну, это самое главное. Я считаю, что в студовесне самое главное — это поржать. Вот почему у меня есть там некоторые комментарии по разным командам. Ну, я оцениваю всегда юмор, потому что ты не можешь сделать зрелище настолько крутым, чтобы ты там, вау, цирк-де-салей, ну, круто. Ну, да, это заставка у Икита, цирк-де-салей, типа 3D-обезьяна, это было кайф. Кроме нее... Ну, хорошо, тогда давай, раз мы уже поехали за Икит, поехали по очереди. ФК, КПИ, факультет кибербезпеки, компьютерной программной инженерии, если я не ошибаюсь. Я и можешь никогда... Ну, что-то, я тоже не могу тебе точно назвать, но главное, что КПИ, это мы все запомнили. Значит, я иду по тетрадочке, как старовер. Нам выдали тетрадочку. Офигенно по свету написано у меня. Вначале было офигенно, я не знаю, кто прописывал. Если еще есть такое понятие, тут весне, когда человек бежит, и я хотела бы, чтобы вот здесь было так, либо пацаны, рубка, это все сделали сами, то им огромный... Ой, простите, это такая штучка-шумуловичка. Значит, им большой респект, потому что это было бомбически, когда вот эти такие LED-штучки, ну, такие, они ровненькие. Да, их уже раньше не было. Ну, короче, это новое что-то, это был для меня супер-вижн-фэшн, короче, оно так блымало красненьким, и потом это обезьяна, это был отпад. Я думаю, вот сейчас ворвутся ребята, и тут, не тут-то было. Ты так напомнила, я сейчас, если честно, это уже чуть-чуть выветрилось, а мы же тоже, мы когда собирались на репетицию, тут у нас по свету будет так, идем к типам в рубку, мы хотим то-то, то-то. Ну, слушай, я не хочу трясти костями, но у меня всегда были танцы, как это прискорбно звучит, но мне не допускали к автуре. Я хотя и могла сделать эту команду чемпионов, но все понимают, да, просто сейчас слезы льют. Но я шла, и конкретно к этому танцу задалбывала человека. Задалбывала? Блау. Я это слово скажу. Задалбывала? Олег, помоги. Задалбывала. Спасибо. Человека, чтобы, конкретно Пше, привет тебе большой, Дима, чтобы он выставил свет так, как мне нужно. Вот это красненькое, вот это беленькое, вот это... Кстати, кто-то кричит. Экономистик. Что, мои любимые? Я просто к тому, что можно чуть-чуть потрясти костями в плане того, что команды первые молодые не так много опыта у них. Они не могут не знать, что это можно. Да, вот, рассказать им. Но то, что ребята раскрыли эту тему, независимо от... Ну, я не знаю, правда, не знаю, ходили они, не ходили в рубку, но если рубка это поддержала, то это кайфы-кайфичные, просто, не знаю, шоу, ТНТ, танцы на ТНТ. Sorry за контент, не наш. Так, Рома, что с прической? Ну, это мои личные приписки, я обожаю такое, всякие нюансики замечать. Это фигня. Парад декораторов, что-то такое. Я очень ждала шутки в каждом блоке. Ребята взяли стандартную тему, а-ля визитка-визитка, что будет у нас в вступлении. Парад декораторов, парад того, парад сего. И в каждом блоке хотелось одну болтовую шутку. Ну, так всем хочется. Я понимаю, что... В нашем идеальном мире, да? Да, да, да. Не всегда может, но хотелось бы хотя бы микрогэк. Микрогэк, да? Но не везде это получилось у ребят. При том, что меня больше всего смутило, что Игорь и Рома, будучи успешными, известными, крутыми студвисионщиками, забыли прописать себе текст. И это было видно, что они были на импровизации. Я сейчас всё вытяну. Ромка такой, йоу, шоумен. Но нет, до шоумена нужно дорасти, и нужно писать. Я им это всё в глаза скажу, поэтому я так свободно говорю. Ребята, ну, вы знаете, я никогда не боюсь критики, потому что критика — это круче, чем то, чтобы я сказала, вы все огромные молодцы. Спасибо большое. Это было великолепно. Просто переживаешь за своих. Ну, и не только за своих. У меня там, да, есть по всем. Значит, он не любит тебя. Да, я люблю тебя. Это моя любимая тема. Поэтому я такая, блин, вау, классно. Добавлю вам бал. Не, ну, есть же ощущение, что сейчас... Ой, простите, шума штучек. Сегодня просто хватало каких-то, сказать, со сцены узнаваемых вещей, чтобы это просто сработало. Да, ну, я понимаю, я понимаю, что мы... что у них был длительный период, и достаточно растянутая... Ну, типа, растяжка времени настолько длинная, что ты не знаешь, когда начать вот эту подготовку уже серьёзно. Когда оно реально будет, или этого не будет, или снова мы просто в пустую начнём что-то писать. Но хотелось бы знать, что у них было столько времени, и тем более, что они знали, что что-то будет. Ну, в любом случае, ну, я имею в виду нынешнюю ситуацию с ЦКИ, что у нас всё хорошо, что нам дают развиваться творчеству, что там... нам дают разные возможности, нам, я говорю, нам, как будто бы студентам, им, давай так. Творческой элите этого университета. Да, это круто, что... Ну, первое круто, что они остались, и как бы, слава богу, что вот это всё произошло, дабы не умерло то, что умереть не должно. Но, короче, хотелось больше подготовки. Но, правда, было время на это. Вот поэтому я немножко расстроилась в плане того, в плане завышенных ожиданий, наверное. Вот это нельзя делать, когда ты едешь и ожидаешь, вау-вау, сейчас будет такое-такое, оп, танчик, вышли, класс, классно-классно, а потом оп, и девочка просто в первой линии с убийственным лицом. Ну, это Лера, Лера, ты меня поймёшь. Лицо просто убийцы в конце, на финальной песне, и я не хочу ничего. А у тебя ещё такой вопрос. Тебя не подкосил чуть-чуть в моменте, когда их объявляли, и ведущий говорит, а это действующие чемпионы, и зал уже, ну, ждёт. Конечно. Это же чемпионы, а не дожали чуть-чуть. Ну, слушай, у меня есть ещё один момент, начало, это было, я понимаю, как сложно выступать после этого, ну, после конкретно такого начала, потому что я сама разрыдалась, я не знаю, как девочки, ну, просто я там этого человека знаю, не знаю, насколько правильное это решение, не будем никого осуждать, но мне кажется, что первыми быть после такого начала, это сложно, очень сложно. Ну, тут объективно, да. Они справились, они справились конкретно с началом. Всё, что было дальше, это, ну, просто недоработка ребят, им это не стоило ничего. Прописать конкретно, чётко текст, раскидать его на двух людей, и добавить туда микро-шутки. Я не прошу, ну, там, типа, я не прошу Собурова, и отыгрыша на 100 миллионов, я прошу просто микро-шутки. Да. Волнистая чёлка. На руке порядок у Ромы был. Да, да, был. Камон. Типа у чувака ростик, карьерный ростик, и у Ромы был порядок на руке. Ну, давайте сравним две эти вершины. Чувак минус, и чувак... Я с Ромчиком общался, он сказал, что он это специально сделал. Он говорит, я это нарочит отыгрывал. Да, но это не было нарочит, это было, типа, ну, я сидела в линии жюри, и нам показалось, что это... Ну, окей, если это было нарочит, это вау, браво, Рома, ты просто гениален. Это было кайф. Значит, вот откуда вы это выкопали? Это я написала про эротический парад. Ну, камон. Вот серьёзно. В жюри сидит представитель университета, и я понимаю, что нам всё дозволено, нам никогда никто не мог ничего, типа, особо запретить, да? Но эти... Ну, там же был гэг, если я правильно поняла. Я вообще ненавижу такое. Ну, у них там ещё было подряд вот это эротическое, а потом ещё какая-то хрень сексуальная под текстом. Думаю, блин, ребята, ну, серьёзно. И там был, типа, гэг, а-ля как будто бы у него длинный, а потом он такой увидел девушку, и он, типа, в бок. Нет, пожалуйста, избавьте. Если такое будет у вас выступление, то я не приду. Не спасло даже то, что это был Никитка. Ничего не спасло. Я обожаю Никиту. Ничего не спасло. Это штуку. Я не понимаю, зачем люди раздевались. Там я понимаю, когда раздевается Дорохов, но я не понимаю, когда раздевается Икит, при том, что там нет шутки настолько сильной, чтобы разорвать меня, чтобы я сказала, блин, ну, разделись-то всё равно с ним. Зато это было просто бомбически. Нет, не хочу я это видеть. Не надо нам голых тел на сцене. Это ноп. Ну, я говорю нет. Ты что говоришь? Я говорю, прислушивайтесь к Даше. Не мне ставить вам оценки. Слушай, я классную им оценку поставила, а у них в целом было хорошее выступление. И я... Ну, блин, я всем ставлю классные оценки. Я там раздевал в один балл ребята, которые не дотянули до уровня того, что бы мне хотелось. Но она не супервысокая, ну, как бы ты понимаешь. Но мы в игре, нет мощи. Ну, это типа финальная песня, где разрывается только Рома. Ну, и девчонка тоже. Но в ребятах не было уверенности, что они реально в игре, что они реально всех порвут. Я хотела вот этого. Я хотела горящих глаз вот этих. Но я помню себя. Мне хотелось срывать вообще все вокруг. Не, ну вот может потому, что они еще не понимают до конца, что это за игра молодежи. Ну, я очень жестко председатель член жюри, мне кажется. Хоть я и милаш, мимимиш, но я... Ну, и ставлю я хорошие оценки, правда. Я очень скрупулезно отношусь ко всяким, ну, таким вайбовым мелочам. Ну, мне очень хочется, чтобы ребята были дружными. Мне очень хочется видеть в них какое-то насвечение вот это творческое. Я хочу, чтобы они хотели это делать, а не то, что их заставил капитан, и они там фигачат какой-то футанец, который им не нравится. Я хочу, чтобы у них было все в охотку. Ну, как говорится, лучше меньше, но качественнее. Да. Ну, это касательно и команд получается, да? Ну, в целом, да, я так понимаю, что так и получилось, что вот это то самое качество, которое осталось. Либо ребята реально слегли из-за болезни. Мне кажется, струсила половина. Вполне возможно. Скорее всего так. Я тебе так скажу, я видел же команды на прогоне. На прогоне у всех смотрелось динамичнее, лучше. Я не знаю, что сыграло роль. Возможно, знаешь, что еще? Холодно в зале, очень. Они за кулисой стоят в платьичках этих и все трусят, совсем холодно. Слушай, нас никогда это не останавливало. Давай так, ну, я понимаю, что совершенно другая, ну, это, давай, молодежь, скажем. Но мы грелись там какими-то способами. Типа, ну, так в ЦКИ было всегда. Хотя весна, ну, не сильно отличается. Весна, осень отличаются, наверное, да. Ну да, я просто по своему опыту, я просто всегда помню, что 1 апреля визитка. Холодина? Не, наоборот, последние года было. Я спокойно себе в пиджаке, в рубашке на улице стоял, общался. Ну да, может быть. Ну, я надеюсь, что ребята подсоберутся к выступлениям. Ну, да, возможно. Были лажи со звуком явные, ну, это уже к звукочам вопрос, вопрос конкретно команд, потому что не включали вовремя, не отрепали ребята. Просто, может, в силу неопытности они не знали, что это нужно ну, прямо отрепать до автоматизма. Когда ты сделал это движение, включилась эта музыка. И также вот ребята-экономы, ну, слава богу, они, экономы, по-моему, выкрутились, что они дождались этой отбивки, они не убежали. Одна, потом две, было и такое. Ну, в общем-то, выкрутились из этой ситуации. Там, это у них неотрепанный момент. С уходом. Они уходили изначально вообще без музыки. Я им говорю, ну, так, ну, не должно быть. Надо, чтобы динамика не проседала, добавьте музыку. Они такие, хорошо. И вот на сцене ждали музыку. Это было сегодня утром? Днем, да. Да, поэтому они неотрепали. Ну, я поняла. Ну, круто. Хорошо, что у них есть, ну, старшие ребята, которые подсказывают, потому что это, ну, мне кажется, сложно самому знать по сценографии, каким бы ты ни был там артистичным чуваком, поющим, танцующим. Ты не знаешь Азов, ну, режиссуры. Если есть старшие ребята, это всегда прикольно. Я так понимаю, что ты помогал с постановкой. Кто еще из ребят? Я, Андрей Стрелько, Аня Гавролюк. Естественный отбор. Да, 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 я знаю Аню. Круто. Ну, вам, кстати, отдельное спасибо, потому что, я так понимаю, без вас это было бы хуже много. Ну, давай так. По правде говоря, спасибо Стрельку, который нас организовал. То есть это его инициатива была. Он нам написал, говорит, ребят, давайте поможем. Нет, ну, давай так. Вы выделили на это свое время. Не спасибо Андрею. Андрею вы нужны были как ресурс. Спасибо Андрею, что в целом он уделил этому времени. Но, насколько я знаю, он сотрудник ЦКИНАУ, так что ему нужно. Ему надо, ему надо. Андрей, привет тебе. И спасибо за то, что организовал, ребят. Вот тебе песня. Присоединяйтесь к нам на Студвесна.ФМ. Будут песни еще много-много-много. Да, я люблю такое. По Икиту еще что-то? Нет, все, ребята, я вас люблю. I love you. У меня для вас припасено сердечко и очень большой пендель для того, чтобы 18-го чего-то там, ноября... Боже, у нас было 18-го апреля. Ну, короче, да, было круто. 18-го нужно сделать все, как надо. Да, ребята, поэтому вам удачи. И если вы слушаете данный подкаст, ставьте лайк. Вас языки-то много, вы можете наставить нам много лайков. Класс, я люблю лайки. Ставьте. Окей, погнали дальше. Вторые были ФЛСК. Да, да, я в скобочках написала себе ГМИ, чтобы не перепутать, потому что очень много сейчас непоняток у меня с институтами. Но на самом деле нет ассоциации, кто был, кто есть. Просто классные ребята, ну, отличаются по цветам. Поэтому нет никаких там неравенств в плане того, что есть какие-то воспоминания об этом институте. Так, ну, сегодня вот эти желтые. Да. С желтой у меня написано солнечное настроение, мощный вокал, весело, классно, и шутка про сватов, начало отлично. Вот так я написала. Мне понравилось, что начали с веселой песни, с веселого танца, то есть настроение. После ребят, что у них там было... Ну, заканчивали мы в игре, да. Типа, хотелось мощи, но не получилось. А тут ребята, такие веселые, ну, отвязные, классные. Мне понравилось. Соня смешная написала. Мне вообще вначале очень ребята понравились из-за того, что они такой несут солнечный позыв. Они такие веселенькие, они такие невзначай, они такие непосредственные. Нет никакого ни претензии, ну, знаешь, на какую-то, типа, высокую. Разорвем. Да, разорвем. У них лайк свой. Такие прикольные. И, собственно, когда была вот четверка на сцене, мне было прикольно и приятно. Там прикольно отыгрывает Соня, там Настя что-то поддакивает, там и Назар, там и, ну, короче, и Богдана, все прикольно. И потом... А, потом было видео «Веселый бред нравится» я написала. Ну, мне показался заход прям очень классный, что у них есть команда антиваксеров, которые выступают где-то не здесь. Заход кайфичный вообще. И, ну, я видела, как и зал, и жюри разорвал. Короче, это видос разорвал. Я написала «Веселый бред», потому что я, ну, там, не все поняла. Типа шара, я там что-то... Ну, я поняла, что вроде бы это прикольно, но мне как-то просто непонятно. Ну, я написала «Веселый бред», и, правда, видео на таком настроении. Все хорошо. Дальше. А, вот я написала «Умненькие знают слово толерантные». То есть, немножко было интеллектуально в этом. И потом вышел Игорь, Макс плюс Игорь. Вот это такая у них, типа, кто у нас тут, молодежь. Во-первых, Макс не выглядит как старый. Алло, чувак выше, чем ты, кажется, старше, но это было так. Очень смешно она говорит «Я старик, молодежь, и выходит чувак, который его просто может уничтожить». Да. Свэк. Да, ну, немножко там подзатянули, но это уже дело такой от репетированности, динамики. Но там не было еще шуток. Вот, хотелось бы, к сожалению, написала, потратили время, зря, но я не засекала, сколько длились визитки, но мне хотелось бы, чтобы ребята вложили в это время, которое им выдали, максимальное количество, чтобы кому-то захотелось прийти на их концерт, а они немножко, знаешь, так разбазарили его. На прогоне у ФК КПИ и у ГМИ вышло по 12.30. Они там еще чуть-чуть катнули. А регламент? Минут по 10. Честно, я о регламенте вообще не слышал. То есть, в целом, ну, я когда смотрел, ориентирился, что 10 минут для концерта 5 команд сейчас, Максим, начали классно, под конец задулись, я написала, потому что, реально, динамика выступления была, вот я рукой рисую вниз, вот так вот. Под конец уже, там, Максим начал свои фишечки, штучечки, которые не особо нужны кому-то. И много внутряка было, который, вот, если бы, если бы в зале сидел обычный зритель, он бы не понимал, а сейчас я подвожу какую-то миниатюру, зачем, ой, штучка, шумничка, зачем, зачем нам эта информация? Ну, типа, это как прикол, но на самом деле. Хотелось пацану сыграть на своих внутренних радостях, он попытался. Он имеет право, вообще, не вопрос. Мне кажется, каждый в этой студ осени имеет право на любое, на любое самовыражение, потому что мы этого ждем и потому что другого ничего у нас нет. Ну, вот так. К сожалению. СВ требует наши сердца. Скажи, для тебя это работало как чит-код или нет? Нет, абсолютно. Я слышала эту песню 800 тысяч раз в разных интерпретациях, начиная с КВН до студ весны какого-то года, 90 какого-то, ну, ладно, это шутак сказал, в 94-м году они ее пели, но я там, когда играла, они тоже эти, эта песня играла. И вообще, я уже говорила там, ну, где жюри общались, что мне очень хотелось молодежного драйва, штуки, новых песен. Вот вчера я была на Зачеллендж, на танцевальном конкурсе, я зашазамила там все шесть песен и хожу по дому и кайфую драйвую. А здесь, типа, ну, зачем вы меня кормите тем, что слушает мой отец? Типа, мне хочется от вас этой энергии молодежной, вы же крутые, веселые. Ну, слушай, это их выбор, Макс, ни в коем случае не тебе в упрек. На самом деле, вечная музыка, она всегда вечная, поэтому мы не вправе говорить что-то вопреки вечности. Ну, что, kiss, I was made for loving you, кажется, как качала у них всегда, так и будет качать еще долго-долго. Ну, да, это вечность, но, типа, не переделайте никогда слова этой песни. Прислушивайтесь, Даша ставит оценки. Да перестань, я же добрый член жюри. Так я это и не оспариваю никак. Ну, типа, я ставлю так, по душе, как оно зашло, как нет. Ftml следующий выступал. Ftml. Спасибо за танец. Вот, я написала. У девочки на улице все четко. Не знаю, что это. Очень красивые миниатюры я написала. Рис не пп. Для девочки там, на мальчика. Короче, у меня было чувство, что я посмотрела женский квартал на минималках. Они взяли набор миниатюр, которые не добитые, а заходы такие взрослые-взрослые, как будто бы они действительно бывали в таких ситуациях, когда женщина с мужиком на рыбалке. Алло, блин, ребята, вы студенты, там, второй, третий курс. Какие рыбалки, какие женщины? Не, это важно, это важно, да, донести до, них, что надо писать то, что близко им. почему, почему не взять какие-то общие темы, блин, на парах? Ну, я не знаю, что-то, что-то то, о чем они знают. Мне казалось, что это, они пытаются ударить, вот как будто в меня, но мне это не откликается, потому что это не так. Вы не знаете, как это на самом деле? Ну, типа, в таком стиле. Прикинь, сейчас тип из FTML приходит, вот, знакомься, Даша, моя жена, вот мои двое детей. Слушай, я буду рада, но, к сожалению, я ему скажу, тип из FTML, у тебя не получилось написать классный номер, я тебя за это не осуждаю, потому что тебя никто этому не учил. Я ни в коем случае никого не осуждаю, я говорю о том, что мне бы хотелось, и что мне понравилось, или не понравилось. Вот я написала номер женского квартала, но не получился. Отбивка очень веселая, аж подташнивает. Это по поводу Верки Сердючки. Давайте заканчиваться. У них же там не одна Сердючка была, они же там несколько песен, по-моему, использовали. все песни Сердючки были, нет, но что-то в этом стиле, какой-то типа банкет 50 лет моего отца, серьезно. Это было чуть-чуть так. Так, миниатюра про пейнтбол. Я очень сопереживала мальчику в розовых шортиках, но я нифига не поняла суть, я поняла, что там что-то случилось, на видео что-то, его там убили коллегу, друга, но он потом пришел, но я выкруто не увидела. Я, короче, такая, что было? Что? Я очень сильно хотел, чтобы этот мальчик ярче отыграл эту схему. Он же начал ловить флешбеки под это видео. Да, он молодец, он классно отыграл, кстати. Так он мог лучше, ну, мне так кажется, потому что изначально на прогоне он просто четыре шага на месте делал, постоянно и за голову держался. Я ему говорю, дай больше туда, вот всю эту историю покажи. Мне кажется, флешбеки он отыграл. Вот я почему ему сопереживала, потому что он молодец. Он это, блин, шума штучка. Я тут же стекулирую, она это, хочет со мной. Если бы он не отыграл, то мне бы было пофиг на него. Он классно все сделал, мне просто было не совсем понятна суть до конца. Мне не хватило выкрута. Мне кажется, был такой классный заход, и это все заинтересовались, такие вау-вау, что же будет, что же будет. Ну, короче, мы разбираем в 40 минут один номер. Поможем это долго. Я написала, милые вы, и красиво точно будет. Наверное, у них в финалке было, что будет, приходите, будет красиво. Я написала, что красиво точно будет. А будет ли содержательно и смешно, вот это я хочу посмотреть. И, ребята, вам желаю, чтобы у вас получилось и красиво, и содержательно, и смешно. Прислушивайтесь. Ну, я тебе так скажу, но красиво же это тоже важно. Ну, типа же были уже примерно на студвесне, когда не самый смешной концерт заходил в тройку спокойно, потому что он был, ну, как минимум красивый. Да, я не спорю. Есть просто разный разряд судейства. Ну, как бы можно оценивать просто внешнюю красоту, танцы, песни, как это было, знаешь, и у каждого свое понимание концерта. Я уверена, что у каждого из членов жюри есть определенный костяк, как он видит, классный концерт. я просто из разряда тех людей, которому недостаточно только визуального, классного, красивого контента. Мне хочется еще чего-то содержательного. Даже если это будет не смешно, то какого-то умственного, что-то на подумать. Ну, что-то с мыслью, вот, и все. Все, что-то с мыслью победа, что-то, что-то интересное, что-то с мыслью, даже если оно уродское. Это что, холодный огонь в конце, бахнуть и красиво. Вот. Видишь, у тебя есть сразу же идея для ФМВ. Ой, это следующее, да? Да. Это ему. Да, абсолютно верно. Держись, пацан, держись, я написала. Напомни мне, что это, держись, пацан, держись. Там, а, это чувачок поплыл по словам. Он забыл слова, или запнулся, он вагона повыменил, или не мог назвать, раз пять. Короче, потом он вошел в эту роль и так классно обыграл, что я начала сомневаться, было ли этот затуп. Чувак, тебе отдельный респект, я не знаю, как тебя зовут, не Ростик, надеюсь. Уже много Ростиков. Как его зовут? Честно, без понятия. Олежа, испортил мне подкаст. Все, я ухожу. Короче, малыш, ты молодец, потому что закралась мысль о том, что это было так и задумано. Не, он красавчик, ну это действительно так, ко мне на черном подходили и спрашивали, он реально текст забыл, но он обыграл, да, молодец. Написала много Цоя, что-то в них было про Цоя, опять же, в начале. Шутка была про Цоя. Почему, откуда он, ну он жив, я не сомневаюсь, откуда он в Судосне, три раза у нас воскрес просто. Ну ладно, ну блин, не было ни одного, да, не Милохина, но было три Цоя. Ну мне это странно. Да, как для 19-18-летних людей на сцене, да, согласен. Ну ладно, может они в нас били, они думали, что мы вообще древние такие. Фильм, а два лотпад. Что за фильм, напомним. Фильм у них начинался текстом, накидывали актеров, которые играют там с этой. Да, да, Антонио Вафелька, ой, прикольно, мне понравилось. Я такая, слишком девочка взрыв. Антонио Бандера. Да, 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 и там типа этот, каламбурыш. И он назывался Фронтовик. Да, да, и чувак себе на фронталочку снимал. А, блин, ты мне рассказал. Я это сам понял, только на прогоне сегодня. Я не поняла. Я не поняла, спасибо, что мне объяснил, мне просто было смешно, и написал от Валатпад. Ну, я не догадалась, что Фронтовик, это значит, что он на фронталочку. Я подумала, что чувак идет на фронт, и он такой, ну, мне этот бабак смешной, или кто это, Сурок, Сурикат какой-то. Короче, смешно мне было. Ростик ждала гэгов от Ростика. Интересный. Он выходил как Панасенко, вот этот в меме. Я, да, да, я люблю этого чувака. Блин, он ЧБД недавно был, такой идет. Вот. Но Ростик, мне, он классно все сделал, он молодец по актерке, но мне не хватило вначале. Меня бы развалило, если бы он сделал какой-то микрогэг вначале. Вот когда он просто бросал пальто и цветочек, но мне хотелось чего-то еще. А я тебе рассказываю, как была ситуация, они сегодня показались. Я им говорю, ребята, если вы играете в мем, то играйте его до конца и по максимуму. Но у меня было вот этого по сцене. Я говорю, мне хотелось кулису трогать. Я же верю. Вы сейчас идите, вырвите с какого-то дерева ветку. Пусть он держит перед ним ветку, чтобы он подошел ее там понюхал. Смешно было бы, если он еще реви подошел. Да, да, да. Можно было туда еще. И такой по волосам. Я забыла, как женщина зовут. Ну, короче. Кому-то по волосам. Ну, короче, было бы прикольно. Надо было доиграть Ростика. Но он все равно молодец. Он классный. Девочка, рот смешно. О, это был болт. Реально. Он очень уместно, это было. И он классно выдержал. Блин, как будто он был уже на сцене. Я не знаю, он был? Возможно. Ну, дебют, если мы это считаем, то был. Ну, очень выдержанный. Молодец. Он классно все расставил по акцентам. Да, в том моменте, да, прям хорошо. Нельзя Машку-Заляшку я себе записала. Рекламу я не поняла. Нельзя Машку-Заляшку записала как типа да или почему? Нет. Мне понравилась эта девочка, как она отыгрывает. И да, да, все да. Все да. зафиксировали этот момент. Рекламу я не поняла, потому что это... О, боже. У нас осталось... Мне голос божественный говорит, что у нас осталось три минуты. Короче, блин, у нас еще ФЭБа и все. А, так мы успеем. Да, нормально. Так, короче, рекламу я не поняла, потому что это была тупо реклама. Не было там шутки и гага. Каскадеры феерично, в скобочках нет. Да, не хватило мне там какого-то чего-то вообще. Ничего. Лучше бы убрали вообще это все вырезали. Актриса мне понравилась. И Машка, и Ростик. И пригласили. Хорошо, молодцы. Вот так я написала. Все, молодцы. И Мо, молодцы. Надеюсь, вы это слышите. Вам приятно. Мне приятно слушать про то, что я вам не помогал и вы молодцы. ФЭБа, мне понравилась лисичка. Вначале у них прикольная. Налога, да. Да, я не знала. Короче, лисичка прикольная. Я люблю лисичек. Танец, как всегда, кайф. Я написала. Лучший танец визитке. Девочки, спасибо. Это был лучший танец визитке. Цвет еще очень красивый. Тиффани я тоже написала. Ростик молодец. Реально вау. Откуда вы можете знать дядю Жору? У меня вопрос, почему Цой и дядю Жору? Откуда вы откопали этих людей? Возьмите каких-то кринжовых даву. Не знаю, почему вы не сравниваете с кем-то современными персонажами? Я очень быстро ничего говорить. Я вот только сейчас подумал, видишь, как живут эти самые мощные стереотипы, которые усадились еще когда-то. И вот все приколы про дядю Жору. И казалось бы, можно отпускать. Но тем не менее, видишь, даже вот такие молодые знают. Я согласен, я согласен. Не знаю, где они это взяли. Мне кажется, они где-то посмотрели фигню какую-то. Подвязка про 4 ноября. Вау, мне очень нравится. Мы точно запомним, когда концерт цельно и прикольно. У них была цельная визитка. У них, и у Икито, которые в ФК КПИ, были реально цельные визитки. Это команды, которые а-ля презентовали свой концерт. Я тебе дам небольшой спойлер. Вот эта вся история с визиткой Фебы, то, что они показали, это прямой подвяз к концерту. Я так и поняла. И это круто. С вот этим фотиком. Вот это все увидишь на концерте у них. Мне очень это нравится. Это как мини, короче, спойлер, не спойлер, как это называется? Превью-тизер. Превью-тизер. Это кайфово, потому что именно такой должна быть визитка, ребята. Ребяточки мои, малюсенькие. Потому что должны заканчивать. Нам голос сверху говорит, что мы очень много говорим. Так, ничего плохого в этом нет. Просто голос сверху, если бы купил батарейку какую-то получше, может, мы и больше записали. Хорошо, тогда давай подытожим сегодняшний день. Первое ноября. В целом, после сегодняшнего концерта ты, ну, честно, настроенно смотришь. Я хочу 4 ноября. Ты хочешь 4 ноября. Я хочу 4 ноября. И чтобы оно тебя зарядило на 9. Обязательно. Я приду на все. У меня нет выбора. Окей. Друзья, студвисенчики особенно, я не знаю, рассказывали вам это или нет. Команды, когда заканчивают свой концерт, приглашают на следующий. Если вы это не знали, знайте. Поэтому приглашайте друг друга и ходите друг к другу на концерты. Поддерживайте. Особенно те, кто первыми выступили, приходите на следующий концерт. Это будет приятно всем. У вас времени до гала-концерта Джокера еще есть. Можете походить. Возможно, материал концерта других команд подтолкнет вас к какой-то мысли на Джокер. Это часто так делали. Часто подкалывали друг друга на Джокера. А я слышала, что Джокер — это номер и лучший номер из выступления. Или это не так? Было на крайней весне так. А сейчас мне, по крайней мере, сказали, что будет прям полноценный Джокер. Еще один номер подготовить. Поэтому надеюсь, что все будет классно. И давай, финальный вопрос. Давай мы его с тобой вместе придумаем, который мы будем задавать каждому члену жюри на следующих подкастах. Ну, я тебе бы предлагала. Что по студвесне? Да. Ну, там старик еще. Старик, старик. Хорошо. Ты от этого кайфуешь, от такого вопроса? мне очень нравится. Все супер. Тогда я тебя добираю. Даша, старик, что по студвесне? Студвесна жила, живет и будет жить, я надеюсь, еще очень много лет. Все по студвесне кайфово, кайфично, и мы с тобой поем чай, индийский чай, грузинский чай, да-да-да-да-да-да, я не знаю дальше текста. Я, я, все, к этой теме я знаю только. Это мои земляки, братья мои. Ну, все, великолепно. Спасибо большое тебе, что пришла сегодня к нам. Друзья, великолепная. Даша Лопатько, слушайте нас, где бы эти подкасты не выходили, найдите их, слушайте. Мы стараемся, мы хотим, чтобы культура творческая в НАУ продолжала жить, развиваться и просто разваливать всех, вот так я бы сказал. Согласна, НАУ это кайф, обожаю за творчество и за то, что этот университет дал лично мне. Я надеюсь, и вам многое он даст. И много кому еще сердечки даст, да, обязательно. Всем розовенькие обнимашечки. Закончишь АСМРом. Вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok